Для мячей игра с Северсталью стала второй на турнире. Накануне вечером они уже обыграли Нижегородская торпеда. Первый период череповчане провели очень активно и при этом продуктивно. На 13-й минуте Александр Питунин открыл счет. Еще через 4 минуты Андрей Алексеев очень удачно бросил со средней дистанции, увеличив отрыв. Вскоре Северсталь отправила еще одну шайбу ворота авангарда, но гол был отменен после видеопросмотра эпизода. Во втором периоде череповчане утратили былую концентрацию. Внимание! Стали допускать ошибки, чем им воспользовались соперники. На 26-й минуте мячи сократили отставание до минимума, а затем, воспользовавшись численным большинством, сравняли счет. На 38-й минуте череповчане сумели вернуть преимущество в одну шайбу. Автором гола стал Артем Гореев. Получилась хорошая, быстрая игра. Соперники мастеровиты. Вначале вышли чуть не вкатились в игру с нами. Нас получили. Получилось так, что забили два гола, провели все эти. В втором периоде проиграли свой фитак. Соперник удалось сравнять. Не смогли удержать. Бросили играть. Тоже опыт. Делаем свои выборы и идем дальше. В третьем периоде авангард буквально смял череповчан, забросив четыре безответные шайбы. Причем шестой гол был забит уже в пустые ворота. У авангарда автором голевого дубля стал Александр Хохлачев. А итог матча 3-6 в пользу омичей. Нельзя так играть. Если будем продолжать так играть, у нас проиграем просто с большим счетом и будет нехорошо. Поэтому все собираемся после первого периода и начинаем играть уже намного лучше. В серии буллитов череповчане взяли реванш, использовав четыре попытки из пяти. Следующим соперником Северстали на турнире в Санкт-Петербурге станет Сочи. Владимир Сентябрев. Новости.